Родная, родная, родная земля, Калмы и равнины, леса и поля. На верхней площадке нового сквера гости со всего Анапского района, представители национальной культурной автономии, казаки. Выглядит превосходно. Во время строительства я не наблюдал, как это на самом деле будет выглядеть. Сейчас увидел уже готовый результат и очень порадовало. Можно прийти с ребенком, отдохнуть, посидеть, посмотреть. Нравится. Здесь две площадки для отдыха, освещение, почти 2000 квадратных метров газона с системой полива. Татьяна и Денис с дочерью Екатерины живут здесь же в пешей доступности. Для них важно то, как распорядились свободным участком земли. Место, по крайней мере, выделили, да, не стали отдавать под что-то. То есть как-то людям приятно, что есть какая-то забота властей о них. Здорово этой площадки как раз в субсехе, наверное, и не хватало. Как бы теперь будет куда ходить, немножко прогуляться. Тем же мамочкам с детьми, с колясками. Да и нам также на лавочке посидеть. Юрий Поляков вручает благодарности строителям. Из-за перепада высот порядка 17 метров это не самый простой объект. Тем не менее, его удалось завершить в срок. Конечно, это будет место притяжения не только жителей субсеха, это будет место притяжения анапчан. Сюда могут приходить родители с детьми, отдыхать, здесь можно проводить мероприятия. Я благодарен всем, кто принял участие в строительстве этого сквера и мы успели к 25 августа все это сделать. Я хочу вас всех поздравить, у вас есть такое место достойное, где вы можете приехать и отдыхать. Прежде всего, я хочу сказать от имени анапчан спасибо нашему главе Юрию Федоровичу Полякову. Действительно, он все сделал для того, чтобы успеть к 25-му. Это образцовое место, это действительно место, гостевая трасса. В этом году исполняется 75 лет со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Новый сквер станет местом проведения патриотических мероприятий. И мы благодарны главе и команде, главе сельского округа и его команде за то, что проделала эта работа по увековечению памяти. Ветеранов мало осталось, они рядом. И пока они рядом, обратите на них внимание, остановитесь, поговорите. И пока мы будем нести это в памяти, Россию никогда не сломить. С праздником вас! Здесь два монумента. Первый – это список сельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Второй – братская могила освободителей со многих уголков Советского Союза. Здесь покоятся бойцы 107-й стрелковой бригады, а также 414-й дивизии, впоследствии названной Грузинской. Немцы бежали уже, им уже было не до нас. Тем более, что воровался десант в форт. Ну и взяли в плен самого коменданта форта. Монументы привели в порядок. Можно сказать, что сквер их аккуратно обступил уже этой осенью, когда погода будет благоприятной. Ландшафт дополнят хвойные и лиственные деревья, а также кустарники. Александр Ребекко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.